Про невесту Иисуса Христа Здравствуйте дорогие друзья, кто смотрит нас онлайн, мы вас приветствуем И пусть вас Господь благословит на том месте, где вы сейчас находитесь Тема моей проповеди называется «Дары и таланты» Хотел бы открыть местописание Второе послание к Тимофею Первая глава шестым стихом говорится так Апостол Павел напоминает Тимофею про бабушку, про мать И шестым стихом говорит так По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение Смотрите, он говорит Напоминаю тебе возгревать дар То есть по всей видимости можно предположить, что Тимофей забывает свой дар Или мы можем призабыться, или человек так устроен, создан, что мы забываем И нам надо напоминать Нам надо напоминать И вот книга второзакония Нам там в то подтверждение, что Бог уже один раз закон дал Зачем он дает нам второй раз в второзаконии Я думаю, что когда нам напоминают про дары, про наши и таланты Здесь очень важно понять слово Напоминаю в тебе возгревать дар Божий И возгревать буквально Понимать это слово, как разжигать Я бы хотел, чтобы у нас сегодня разжегся огонь Именно разжигать тот дар, который есть Чтобы этот огонь, он разжег наши сердца на то дарование На то, что Бог нам даром дал для служения Церкви Божией Слава Богу, знаете, вот Когда мы говорим про дары и таланты Аудитория достаточно разная сидит И молодежь, и уже люди пожилого возраста И есть такой некий график жизненного цикла От нуля до двадцати лет Люди, в принципе, зависят от родителей И, собственно говоря, сильно не находятся в поиске даров, талантов Но вот от двадцати до сорока лет Человек должен определиться в своих дарах, талантах Мы как раз видим на примере священного писания Что очень много пророков, служителей Божьих Именно находились в этой категории От двадцати до сорока От сорока до шестидесяти Мы должны то, что получили от двадцати до сорока Передавать молодежи Инвестировать в молодежь И от шестидесяти до восьмидесяти Мы должны передать служение Хочу сказать передать, не оставлять служение Потому что многие уже люди в годах говорят Я уже старый, я ничего не могу Я оставляю служение Служение оставлять нельзя С моей точки зрения нам надо служить до конца До победного конца, который мы все и пройдем Павлу, кстати, когда он писал это послание Где-то шестьдесят лет было Шестьдесят пять может быть Поэтому он и передавал Тимофею И подтверждение хотел бы прочитать второй главы Второго послания Тимофею И что слышал от меня Прими при многих свидетелях То передай верным людям Которые были бы способны и других научить То есть когда ты уже разобрался со своими дарами, талантами Со своим служением И то, что ты это принял Ты должен инвестировать в молодежь Ты должен это передавать Знаете, слава Богу, что Что Писание говорит, что каждый Каждый человек имеет этот дар Послание Коринфской Церкви Двенадцатым стихом В первом послании Коринфской Церкви Седьмым стихом двенадцатой главы Говорится Но каждому дается проявление духа на пользу Мы еще много раз будем читать Послание к Эфесянам Написано в четвертой главе Седьмым стихом Каждому же из нас дана благодать По мере дара Христова Первая Петра Четвертая глава Десятым стихом написано так Служите друг другу Каждый тем даром Который получил Как добрый домостроитель Многообразной благодати Божией И знаете еще Матвея Двадцать пятая глава Написано так Пятнадцатым стихом Написано И одному дал он пять талантов Другому два Иному один Каждому по его силе И тот час отправился Здесь говорится Что Бог отдал одному талант Одному два Три Пять Каждому по силе И мы прочитали И мы поняли Я для себя вообще сделал вывод Я признаюсь Даже думал иногда Что есть люди Ну неталантливые У них ничего нету Но Писание говорит Бог дал каждому Каждому Это надо вот понять И отметить себе Себе на своих сердцах Положить Что Бог Это дал каждому И когда говорится О пяти талантах Я думаю Что Есть люди Которые берутся Знаете там За одно дело За второе За третье Как знаете За зайцами гонятся И не могут Ухватить Тот дар Я его так назвал Как бы генеральный Главный дар Который Бог Дает нам Ну в жизнь Это знаете Как вот швейцарский нож есть Ножичек швейцарский У него много всего И ножницы И отвертки И там и шила Все-все-все есть И человеку думают Что он во всем способный Но когда надо Закрутить какой-то Большой саморез Надо отвертку хорошую Или Разрезать Какую-то Ну Что-то Надо хорошие ножницы Маленькими ножницами Ты не сделаешь И мы должны понять То что Бог в нас заложил Тот дар Который он нам Дал Чтобы мы В нем развивались Писание говорит Вникай в себя И в учения И мы должны Вникнуть в себя И разобраться Что Бог Дал Конкретно мне И развивать этот дар Разжигать Надо его Разжигать Надо подкидывать Туда То Что Именно Про это Горит И вы знаете Когда мы Сейчас откроем Послание к римлянам 12 главу Я начну Перечислять Те дары Которые Апостол Павел Говорит нам Через священное Писание И так По данной 12 глава 6 стих И как по данной Нам благодати Мы имеем Различные дарования То имеешь ли Пророчество Пророчествую Пророк Это Человек Через которого Говорит Господь И знаете Вот это вот Дарование Дар благодати Харизма Харизматичные люди Мы говорим Этот человек Имеет харизму У него Дар Божий И пророчество Это Дар Божий Пророчествуй Имеешь ли Служение Пребывай в служении Тут слово Стоит Диакон Если ты находишься В служении Ты пребывай в служении Ты развивай Это служение Ты служи Учитель ли Будь в учении Слава Богу Я бы здесь Знаете Как бы пояснил Что учитель Это Ну не просто человек Который Учитель математики Или там Богослов Учитель Вот сейчас брат Выходил Детское служение Есть учителя Помазанные Именно И есть В воскресной школе Есть Библейские курсы Есть учитель Вокала Есть учитель Который на инструментах Играет Понимаете Про что я говорю Дар учителя Дар помазанного Учителя Который Бог Как харизму Дал Тебе Или мне Увещеватель Увещевай Восьмым стихом Здесь стоит Слово Параклетос Увещевай Это тот человек Который Душепопечение Это же слово Употребляется Когда Господь говорит Я уйду И дам Он Духа Утешителя Люди Которые Говорят Увещевай Это те люди Которые могут Оказать нам Душепопечение Знаете С ним поговоришь Тебе легче становится Они скажут тебе Слово от Господа Которое произведет В тебе действие Тебе станет легче Увещевай Увещевай Раздавай Раздаватель Раздавай в простоте Раздаватель тоже Хороший такой дар Это когда у тебя есть лишнее Или даже тут Есть такой Второй смысл Уступить долю Люди Нежадные Которые на самом деле Могут раздавать Я так вот вижу Что Ну не все Владеют Такими Этим даром Именно Даром Раздавать Раздавай в простоте Написано Дар начальника Начальник ли Начальствуй С усердием Много видел людей Которые хотят стать начальниками Но написано С усердием То есть забота о людях Здесь на самом деле Это дар такой Очень Ну Непростой И начальники Сами знаете Люди совсем непростые Со стержнем Со своим Со своей Так сказать Харизмой Которые ведут Коллектив вперед И люди идут за ним Потому что Он не просто говорит Мы идем туда А он вдохновляет Рассказывает Поясняет Это особый дар Начальник С усердием Благотворитель ли Благотвори С радужием Вот благотворитель Здесь имеет Смысл Слово такое Это Милосердие Сострадание Кто Жалеет Любит людей Знаете Служит И написано С радужием Это слово Такой Смысл имеет С весельем С радостью То есть ему Доставляет Это удовольствие Он о ком-то Заботится Он не печалится Он не грустит Ему нравится Вот это Милосердие Сострадание Он это делает С радостью Давайте пойдем дальше В послании Карельской церкви Будем перечислять Дальше Дары Которые Господь Дает нам 12-я глава Наша глава Кстати Глава Пятидесятническая Мы ее должны Очень хорошо знать Любить Это 12-я глава Предвестница 13-й главы Где говорится Про любовь И здесь Господь заложил Такие фундаментальные Вещи Про церковь Потому что Все дары И таланты Они для Соседания церкви Для того Чтобы в церкви Это все развивалось И церковь Приносила плод Для Господа Здесь написано Вот с 4 стиха Можно прочитать Дары различные Но духом Одним И дух Один и тот же И служение Различное Господь Один и тот же И действия Различные А Бог Один и тот же Производящий Все во всех Вот с 7 стихом Опять написано Но каждому Дается проявление Духа на пользу Одному дается Духом Слово мудрости Знаете Слово мудрости Это Слово Вот мудрость Она Дается И понимание Здесь такое Когда человек Понимает Слово Божье И не просто Его он понимает А он его Применяет И этот человек Человек считается Мудрым И вот это Помазание Или вот этот Дар Дается тому Человеку Который Именно Прибывает Слове И начинает Его исполнять И мы говорим Это человек Мудрый Потому что Писание На самом деле Оно Как истина Другому Слово знания Слово знания Дар Вот этот Это получение Откровения Глубин Божьих Когда человек Получил Слово знания И глубину Вот это Которую Господь Ему открыл Он передал Тебе Передал Мне Передал Церкви Этот дар Очень важный Для церкви Чтобы понимать Куда движется Церковь Какие откровения Какая глубина Слова Божьего Она открывается Этому человеку Девятым стихом Написано Иному Вера Вы знаете Вот вера Это как дар И я бы Тут Пояснил Что слово Вера Как верность Чтобы мы Были верны Чтобы мы Были верны Господу Чтобы мы Были верны Церкви Чтобы мы Были верны Женам Мужьям Братьям Сестрам Проявляли верность В служении Взялся за дело Не поворачивайся Назад Будь верен Знаете В малом Бог поставит Еще больше Надо быть верным Иному Дается вера Тем же духом Иному Дары Исцеления Но дары Исцеления Мы Наблюдаем Кто уже Много лет В церкви Они видят Как происходят Эти исцеления Даже Этот дар Он дается Там Дальше мы Прочитаем Как Господь Захотел Так и дал Когда ты Знаете Заболел Иногда У нас Говорят Вот Приезжают Братья Которые Движутся В дарах Исцеления Ну слава Богу Но Бог действует Через всех И у нас Часто проходит С помазанием Елея Мы Помазываем Людей И молимся Я лично Ну Готов Принять Исцеление От любого Брата или Сестры Любого Бог Это дает Каждому И дар Исцеления Я верю Он есть У каждого Кто-то Больше проявляется В этом Кто-то Двигается Кто-то Подкидывает Туда огонь Кто-то Местописания Какие-то Применяет И Бог Благословляет На дары Исцеления Написано Тем же Духом Иному Чудотворение Вы знаете Дар Чудотворения Это Ну вообще Чудесный Дар Я начал смотреть Переводы Всякие И для себя Просто вот так Вот понял Что у нас Дар Чудотворения Знаете Где происходит Конечно Когда человек Кается Когда конечно Сердце Меняется Когда он Ну перемены Какие-то Приходят А вот у нас Служение Реабилитации В социальном Служении Знаете Какие перемены Переходят Люди Меняются Мы проекты Делали Помню Дьявол Украл наши Лица И фотографии У нас До того Как он Пришел В церковь И после Ну бог Чудеса Являет Люди Меняются До неузнаваемости Совершенно Меняются И внешне Естественно И внутренне И чудеса Когда человек Перестает Вредные Привычки Курить Выпивать Наркотики И так далее Блуды И все то Что Неужели Это не чудеса Эти чудеса У нас Происходят Ну сплошь и рядом Во всех Реабилитационных Наших центрах Это постоянно Идет молитва И люди получают Освобождение И исцеление Это дар Чудотворения Иному Пророчество Вот мы уже Читали Понимаем Что пророк Это голос Божий В нашу жизнь Очень важно Иметь этот дар Чтобы Господь Говорил Именно в твое Сердце Иному Различение Духов Слава Богу За этот дар Очень хороший дар Сам лично Наблюдал Такую картину Будучи Сидя с пророчицей Это была Теща нашего брата Во Христе Уже очень старая Пророчица Такая сильная Мощная И Я Должен был с ней поговорить И сижу Жду Разговора Пока она там Освободится Подходит еще Молодая пара И Молодой человек Говорит Вот Можете сестре Время уделить А она Знаете Так сидела И говорит Она говорит Нам не сестра То есть Она понимает Мы иногда Знаете Стесняемся Вот у нас Ходит Там Волк В овечьей шкуре И мы Как-то Знаете А когда ты Четко Человек Находится В церкви И под какой-то личиной Знаете Спрятался Дар Развлечения Духов Он говорит Это не сестра Вы знаете Они убежали Сразу же Их сдуло Я понимаю Что есть такие люди Которые От Господа С силой Божией Это произносят И не стесняясь Говорят И слава Богу За такие дары Которые Развлечают Духов Иному Дальше Разные языки Иному Истолкование Языков Но это наша тема Мы все говорим Ну мы Проповедуем И Провозглашаем Что говорение На иных языках Это Духа Божьего Это Говорит Господь И помазание И сила И мы радуемся От этого И Когда говорим И когда истолковываем Это для назидания Церкви Одиннадцатым стихом Написано Все же сие Производит Один И тот же Дух Разделяя Каждому особо Как ему угодно Это Как Господу Угодно Так и будет Слава Богу За то Что это Ну не наше Знаете Мы иногда Положим руки Кто-то Исцелится И мы уже говорим Что мы такие Целители Понимаете А это все От Господа Хотел бы Прочитать Дальше Двадцать восьмым Стихом Перепрыгиваем Тут вот этот блок Как про тело Христова Очень интересная Проповедь Про церковь Есть Но Мы перепрыгиваем Двадцать восьмой стих И читаем Иных Бог И вот слово Вспоможение Это Служение Такая помощь людям Вот У нас Если возвращаясь К служению Реабилитации Но я знаю Что в нашей церкви Очень Люди Такие Знаете Милосердные Они готовы Помогать людям Помощь Ну разная Помощь Бывает И Служение Вспоможение Она именно Ну Дает нам Такой Посыл Если ты еще Ну не горишь Помогать людям Ну ты подумай Подбрось туда Посмотри Насколько Это полезно Не жить для себя А жить для других Помогать другим И вообще Надо Ну прекратить Жить для себя Жить для Господа И для людей Дальше написано Дар управления И вот Тут слово Стоит интересное Как управлять кораблем Больше Как администратор И вот смотрите Насколько Апостол Павел Широко Широкий Спектр Даров Нам дает Я сразу хочу Прочитать С послания Кефесянам Это Стихи Как раз Нашего месяца С нашего месяца Здесь говорится Тоже о дарах Пятигранное служение Мы много слышали Проповеди На эти стихи Четвертая глава Одиннадцатым стихом Говорится И он поставил Одних апостолами Других пророками Иных евангелистами Иных пастырями И учителями И здесь повторяется Три служения А вот Евангелисты И пастыря Еще два дара Прибавляются К тем дарам Вот евангелисты Кто Понимает Что такое Евангелие И как Доносить Евангелие Людям Мы понимаем Мы понимаем Что это Особенные люди Евангелисты Вот их Хлебом не корми Дай поевангелизировать Они с этими буклетиками Ходят Все раздают Их всех слушают И принимают Господа И у них Вот это вот Живет Они ходят Ходят Все Евангелизируют Евангелисты Это дар От Господа Это харизма Такая Должна быть Бесстрашие Какого-то Вот он уйдет На пролом Ему время Не время И он не может Просто сидеть Он говорит Мир погибает Понимаете Вот что-то мы тут сидим Надо идти Евангелизировать И дар Пастыря Написано Слава Богу Сейчас С братьями сидели Перед служением Я так Кинул В огород Учителей Небольшой Камешек Потому что Пастырь Сердце пастыра Мы понимаем Что пастыр добрый Должен быть И он Должен искать Одну овечку Которая потерялась Из стада Которая Сбилась С пути Ее нету Он бросит 99 И побежит Эту одну искать Учитель так не будет У него в классе 100 человек Будет сидеть Если одна Овца куда-то уйдет Он скажет Да классно 99 Осталось Ну Слава Богу За дар учителя Но пастырь Должен Искать Эту овечку Он ее найдет Он ее И приведет Слава Богу Конечно За вот эти дары И пусть Господь Нас благословит Чтобы мы понимали Что Их очень много Что Бог Дает дары Каждому Я бы хотел Сейчас блок Такой Зачитать Из 12 главы К первым Послание Коринской церкви 4 5 6 Стих Здесь Говорится о том Что Как нам принять Как понять Есть ли у тебя В этом даре Помазание Вообще От Господа Это или нет Здесь написано Так 12 глава 4 стих Дары Различные Но дух Один и тот же Служения Различные А Господь Один и тот же И действия Различные Вот знаете Первые два 4 и 5 Написано Дары И служения Когда ты понимаешь Что Ну Внутреннее У тебя Такое ощущение Что ты Даровитый Человек В этом Тебе Обязательно Надо пойти В служение Дар Без служения Бессмысленно И говорится Если у тебя Будут дары Ты пойдешь В служение Написано 6 И действия Различные Тут стоит Слово Такая Энергия Вы знаете Когда ты Одаренный Человек И служишь Своим Даром Церкви Бог Даст Энергию Как Помазание И ты Поймешь Что этот Дар В служении Действует Для церкви И это Дает Помазание И я Комментарий Прочитал Профессора Тут одного Эта мысль Не моя Но она Такая Знаете Очень Интересная Богословская Что дары Дает Дух Святой Служение Дает Иисус Христос А помазание Бог Отец Ну как То так Складно Мне понравилось Я понимаю Что дары От Духа Святого Иисус Христос В церкви Тебе Дает Служение А помазание Тебе Дает Отец Небесный И это Помазание Оно Ну знаете Ну знаете Все будут Понимать Что это Человек Харизматичный Одаренный Что он Служит В церкви Что это От Господа И что Вся Слава Она должна Уйти Господу Все дары Все Все Наше Служение И все Помазание Оно Все Должно Уйти Господу Но как Понять Ну Твой дар Это Или не твой Что Вот За что Зацепиться Как Разобраться В этом И Я Допустим Понимаю Два момента Недостаточно Простых Это Первое Твое Собственное Внутреннее Убеждение Что ты Горишь Да У меня Этот дар Есть Слава Богу За этот Дар И Я понимаю Я его Ощущаю Я с ним Живу Это Твое Внутреннее Ощущение И Второе Так сказать Добавление Это Свидетельство Внешних Братьев И сестер Которые Со стороны Видят Что ты Одаренный И к тебе Когда подходят И говорят Слушай Ты так Душепопечения У тебя Такой Дар Одна Сестра Сказала Слава Богу Вторая Сестра Сказала Этот Сказал И мы Понимаем Когда Твое Внутреннее Ощущение Что этот Дар У тебя Есть Ты сам Это Для себя Понял И когда Еще Внешне Подтвердили Тогда Можно Сказать Это Дар Точно Твой Пусть Господь Благословит И Нас В этом Служении Служение Служение Продолжение следует...